Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим очень вкусную закуску. Я ее очень люблю. Готовлю, скажем так, не очень часто, но иногда балуем себя. Я готовлю домашний творог из домашнего молока, друзья, это самый важный момент. Магазинам ни в коем случае нельзя доверять, потому что нам нужно именно плавить сыр из цельного домашнего молока. Вот получается такой творог. Рецепт приготовления творога есть у меня на канале. Делаем водяную баню, то есть более глубокую миску набираем в воду и ставим миску сверху. Добавляем кусочек сливочного масла. Перегружаем творог. Рецепт, друзья, как обычно, под видео в описании. Все разминаем. Огонь средний, вода подогревается. В яйца добавляем соль и соду. И все тщательно размешиваем. И сразу же добавляем в творог. Выливаем. Все перемешиваем, не отходим. Слабый легкий подогрев. Перемешиваем. Вот сыр уже начинает плавиться. Сода вошла в реакцию. Здесь можно несколько этапов освоить. Я показываю вам свой вариант. Но можно вот даже вот уже на этой стадии закончить плавить. Сыр, он будет у вас более плотный, более твердый. Я хочу именно плавленый сыр. Поэтому я готовлю его дальше. Видите, он становится все жиже. Вот здесь я добавила столовую ложечку крахмала и блендером все перемешиваю. Мне нужна вязкость такая вот в плавленом сыре. Я люблю. По желанию можно не добавлять. Но для этого вы должны пару раз приготовить, попробовать и тот и тот вариант и понять, который вам больше нравится. Поэтому здесь дело вкуса. После этого я еще готовлю минут 10 на легком-легком огне. Пока нарезаю ветчину. Нарезаю ветчину вот на такие вот толстые полосочки. В квадрате диаметр 1 сантиметр. Вот такие вот брусочки. Сыр уже проготовился. Я подготовила форму. Застелила пергаментной бумагой и отправляю сыр на холод. В холодильник можно поставить, когда он остынет, чтобы он стал немножко плотнее, чтобы просто ветчина не упала на дно, скажем так. Я хотела, чтобы она как бы немножко вот была посредине, чтобы на разрезе были лучше кусочки. Вот такими вот полосочками выкладываю ветчину и как бы утапливаю ее вниз, чтобы полностью вверх покрылся плавленым сыром. Начинка, друзья, может любая степень приготовления, друзья, также может быть любая. Вот как только сыр начал плавиться, можно останавливаться на трех процессах. Первый процесс, когда он только начал плавиться, второй средняя густота и вот третья такая жидкая, как выбрала я. Все, накрываем пленкой и отправляем на ночь в холодильник, если холодно на балкон. Переворачиваем, снимаем пленочку и разрезаем, друзья. На жареную греночку. Это так вкусно, так нарядно. На праздничном столе эту закуску разбирают в первую очередь. Сразу. Такой в магазине не купишь, поэтому приготовьте сами, попробуйте. Повторяю, начинка может быть любая, это уже ваша фантазия. Не забудьте, друзья, подписаться на канал. Мне будет очень приятно. Включайте колокольчик. Впереди, как обычно, будет очень много вкусного.